Всем привет! С вами Закупыч и Милан и Валя. И мы сегодня у нас первый раз семейная рыбалка. Я рыбу никогда вообще не ловил, так что это у меня будет первый раз. Спасибо Галамарту, что помог мне собрать все это дело. Вот смотрите, я тут удочки купил в Галамарте, сегодня я вам все покажу. Тут и наживки из Галамарта у меня, по-моему, всего. Вот у меня четыре удочки уместились в один портфель. И, конечно, не радует меня, как люди здесь отдыхают. Посмотрите, это ужас какой-то. Но более-менее нашли место, где поменьше это кувшинок. Я думаю, туда я буду бросать, вот между ними. Короче, постараюсь попасть. Думаю, может что-нибудь поймаем, может не поймаем. Хотя кувшинок очень много. Но, возможно, хотя на том берегу мужики, я смотрю, ловят рыбу. Ну, попробуем. Я вообще не профессионал, так что у меня будет первый раз сегодня. И вот они все мои удочки из Галамарта. Вот это спиннинг. Спиннинг, я его еще не снаряжал, потому что он сборный, сейчас будем на него грузить все. Самое дорогое мое приобретение, которое себе взял, это уже спиннинг такой взрослый. Для таких уже рыбаков со стажем спиннинг прототип X 720 ML, карбон 98%, кольца Fuji 2,1 метра, 4,18 грамм. 2,1 метра, говорят, что для начинающих рыбаков самое оно. Это удилище трехметровое, только на сложном состоянии. Дочке взял удилище. Знаете, зачем эти там есть спиннинги, фигиненки. Вообще, я сам даже хотел себе взять вот именно удилище, чисто длинную палку и на конце, чтобы не заморачиваться. Потому что это надо привыкать к катушкам. Я это вообще ничего делать не умею. Удилище 3 метра, стоит 299 рублей. Оснастка, мотовила, леска, поплывок, грузила, крючок, все в комплекте. Палка, я так понимаю, составная, там внутри есть еще палки. Так, и наши приятные бонусы в комплекте. Давайте посмотрим сначала на ништяки, которые шли. Самый дешевый поплывок, зато у него какая-то технология, видите, он одевается просто и все. То есть вот это... Да прикольная технология, смотрите. То есть вы ослабеваете сюда его поплывок и можете двигать его по леске. Потом, когда надо зафиксировать, хоп, натянули. О, мне даже нравится этот поплывок, я, наверное, даже и буду его использовать. Тут что у нас? Крючочек. И тут крючок такой, на него просто вяжется леска, видите, тут ничего не просовывается, дырочки нету. Ну и все, что еще надо? Леска есть, поплывок есть. И вот она, удилище моей мечты. Так, здесь интересно открывается. А, да, смотрите, открывается. Она что, открывается с обоих сторон? И отсюда вываливаются наши удочки. О, и фиксируется сразу. То есть не надо ничего тут крутить. И здесь то же самое. Доходим. Три метра, это, конечно, жесть. Вот это, конечно, с моста половить то, что надо. И я думаю, что я на нее прямо вот сюда накручу леску. Вот сюда леску прикручу. И все, ей больше ничего не нужно будет. И пускай Милана ловит с такой палкой. Ну и, разумеется, эта собака очень длинная. Я могу почесать ею все, что угодно. О, можем кактусу почесать нос. Кто это у нас? Ромашка. Вот это я понимаю, джедайский меч. И это сюда. И все у нас заехало. И потом только закрываем колпачок. Это маленькая удочка начинающего рыбака. Вот эту удочку я, наверное, отдам жене. Она так и называется удочка для начинающего рыбака. Почему-то здесь написано 549 рублей. Хотя на кассе она у меня вышла 449 рублей. Удочка начинающего рыбака 100 сантиметров. 5 грамм. Оснащенная закрытой катушкой. Вот наш кончик такой. И пошли кольца. Единственное, у меня вопрос. Я такой первый раз вижу. Почему кольца идут наверх? То есть, видите, ты держишь удочку вот так. То есть, вот она ручка. И у тебя сверху катушка, сверху удочки. То есть, ты вот так ее держишь. Не надо же вот так держать. Хотя можно, наверное, и так держать. Очень без разницы. Почему-то вот так сделано. Типа катушка сверху. И получается вот эти направляющие кольца у нас сверху. Не знаю, бывают ли такие удочки. Самая дешевая катушка здесь установлена. Потому что 400 рублей все-таки стоит. То есть, так крутим. А, она сейчас на себя не работает. Чтобы она работала, крутила на себя. Надо нажимать кнопочку. И теперь забрасывать. На себя подтягиваете. И кольцо снимается. То есть, вот так нажмали. Все, катушка у нас свободная. Потянули. Опа. И все. И закручиваем нашу леску. Также тут можно усилие ослабить. Или наоборот прибавить. Ну и конструкция там простейшая. Я ее разбирал. Можно, кстати, ее отсюда снять. Вот здесь у нас откручивается болтик. Можно снять нашу катушку. Поставить какую-нибудь другую. Или на другую удочку переставить. И спиннинг маленький начинающего рыбака. Они шли все в наборе с поплывками. Спиннинг телескопический. 1,6 метров. То есть, он раздвигается. Катушка. 1,5 метра. Поплывок. Ну, то есть, тут грузила какие-то с крючками. Вот тут можете почитать. Кому интересно. Ставьте на паузу. И стоит она 476 рублей. О! Замотали. Не могу открыть. Здесь в комплекте крючки с грузиками. Ну, крючки прям огромные. Не, ну, такие крючки у нас, мне кажется, рыба не уводится. Зато грузики пригодятся. Вот грузики я в свою коробочку засыплю. Также есть поплывок внутри. Поплывок такой поувесь. Правда, я не знаю, как эти поплывки регулировать. Тоже резинками. Наша удочка. Ручка от катушки. И сама катушка. Давайте собирать удочку. Так, сюда мы это дело закручиваем. А, тут обратная резьба. То есть мы держим катушку и затягиваем. О, всё. Ну, катушка, конечно, тоже такая дешёвенькая. Иногда застревает. Но тут, смотрите, она двигается, как в этих, как в дорогие катушки по 700 рублей. В Галамарте, кстати, катушки обычно там были по 900, по 700, по 600. Короче, вот 450 рублей я видел. Катушки в Галамарте такие хорошие. Но их все разобрали. То есть людям нравятся катушки из Галамарта. Ну что, катушка вроде работает, всё нормально. И назад, и вперёд. Назад, вперёд. А, и вот она, блокировка. То есть вперёд сюда жмёте, блокировка. Жмёте назад, и всё. И теперь назад-вперёд можете мотать леску. Опа. Так, на блокировке. О, теперь давайте всунем её сюда, на положенное место. Откручиваем. Вставляем сюда. Опа. Эту штуку прикручиваем. И затягиваем. Вот такая, если вы ни разу не пользовались спиннингами, вот такая технология. Я только вчера на Ютубе смотрел, как это делается. Я сам, короче, не в курсе, правильно я делаю или неправильно. О, ну всё. Вроде держится надёжно. Так, ну-ка. О, забрасываем, отпускаем. Только, по-моему, усилия тут нельзя регулировать. Да, здесь, походу, нельзя регулировать усилия. Наш спиннинг. Тут даже, смотрите, какая-то защита есть. Да, то есть такая защита есть. То есть удочку можно повесить на крючок. Можно эту защиту снять. Вот так раскладываете её. Опа, снимаете. И всё. И можем раскладывать нашу удочку. Интересно, если я сейчас сделаю в сторону удар, она разложится сама. Так, беру. Сим Салабим. О, вот это чётко. Вы это видели? Удочка разложилась сама. Ну что, за 400 рублей она мне очень даже понравилась. Единственное, что тут нет этих гаек, чтобы её фиксировать. Но она такая плотная получается. Сама по себе держится. И потом мы просто чехольчик наш одеваем сверху. Опа. И всё. И наша удочка никуда не раскроется. Даже спиннинг. Это прям настоящий спиннинг такой маленький. Но зато вот с ним прям реально порыбачить. Уже такая, мне кажется, более профессиональная штука. Ну вот, насадили мы сначала на опару. Сейчас попробуем поймать. Грузик у меня тоже из Галамарта. Поплывок тоже там что-то. Но вы будете видеть распаковки. Я распаковку снял отдельно. И будете видеть, как я уже пользуюсь. И это спиннинг самый дорогой. 1500 рублей, который стоит. Только единственное, катушку я взял отдельно. Три поплывка. Они там стоят недорого. Который дедок мне посоветовал. Этот поплывок 20 рублей. И вот эти по 35,2. Поплывок пластик. 2 грамма. Фасон ручка. Поплывок нашей мечты. Единственное, конечно, мне не нравится то, что с этими поплывками никогда не идут ни пиля. Вот эти, знаете, которые одеваются, чтобы к леске его крепить, фиксировать. То есть я их отдельно купил в рыбацком магазине. В Галамарте они тоже были. Но их все разобрали. Ну, вот такой поплывочек. Мне, кстати, нравится. Чуть симпотный. Давайте другие откроем. Поплывок пластик. 4 грамма под светлячки. Вот он, поплывок под светлячки. Такой подлиннее, мне кажется. Здесь у него проволочка. И сверху как раз-таки вот этот отсек, куда светлячков надо засовывать. Неужели сюда настоящий светлячков засовывать? Или там какой-нибудь жидкость он наливается? Специальная флюорсцентная. Я фиг его знаю. Это вообще не знаю. В видеообзорах я еще такого не видел. Может, сюда правда светлячки запихиваются для ночной рыбалки, чтобы видеть это все. Такой же поплывок за 35 рублей, но другой фасон чуть-чуть. О, хотя он, мне кажется, покороче. Да, он намного короче. Но весит также 4 грамма. Ну, дедок мне сказал то, что поплавки 3-4 грамма больше не надо. Максимум пятерку можно взять, чтобы ловить Подмосковье на речку. И здесь тоже открывается эта крышка. Или, возможно, эта крышка открывается, чтобы сюда, типа, леску там провернуть. И потом ниппель одеть. Я фиг его знаю. Но какой-то он прям очень толстый. Мне кажется, ниппеля, которые я купил, они сюда даже и не налезут. Хотя его ж можно и снизу зафиксировать, если что. То есть это не страшно. Ну что, сейчас будем делать первый заброс. Отодвигаем нашу ранку. О, уточки. Да, уточки плырут, бляха-буха. И поплывок ложится. Походу, глубиной слишком большую поставил. Угу. Надо попробовать перебросить, мне кажется. Вон, видите, поплывок у нас лежит. То ли мало груза, то ли глубина слишком. Это самое маленькое. Хочу сейчас будем вытаскивать. Пробовать заново. А мы уже забросили второй раз. Милан, как тебе рыбалка? Нравится? У Милан, такая средоноточенная, вообще не двигается. Давайте покажу спиннинг. Спиннинг отличный, очень легкий. Хорошо забрасывается. Вон, я даже сейчас закинул прям далеко-далеко. Поплывок у меня 4 грамма. Нагрузил на него, не помню, сколько я нагрузил, 3 или 4 грамма. Ну, теперь он стоит четко. Теперь на него можно что-то поймать. Ну, ждем пока. Смотрите, у меня есть ножик из Галамарта. И сейчас мы с помощью нее вырежем рогатулину. Милан, что случилось? Что там? У меня не было. Там что-то клюет? Нет, он когда будет опускаться в воду, значит поймалась рыбка. Лезвие 8,5 сантиметров. Нож складной туристический. Клинок из высокоуглеродистой стайли. Стоит 293 рубля. У меня до этого уже был нож, но не было такого складного. Подумал, а что-то не взять. Тем более, за такие деньги, вроде норм предложения. Ну, он такой, знаете, ручка такая, какой-то пластик такой твердый. Тут у нас есть защелка на ремень. Можно его подцепить, подойдет как для охоты, так для рыбалки. Да, тут есть стопорная дуга. То есть, видите, я не могу нож сложить. То есть, надо нажимать вот сюда. Опа. Жмем, и теперь ножик наш закрывается. И откидываем его. Кстати, он такой плотный, я не могу его одной рукой откинуть. О, только если вот так, если чуть-чуть помочь, а потом уже нормально откидывается. И здесь, как видите, самое нужное для рыбалки, это вот эта штука, типа мини-пила. Здесь можно еще подпилить себе веточку, чтобы сделать рогатку для рыбалки. Я, кстати, рогатину для рыбалки искал, там, на которую удочка ставится. Были в Галамарте раньше у нас. Разобрали все. Вообще, в Галамарте много чего разобрали. Поэтому мне кое-какие товары пришлось даже в рыболовном магазине купить. Но в вашем городе, возможно, будут все товары. Ну, такой удобный нож, маленький. Мне кажется, для рыбалки больше и не надо. Тут и... О, острый. Нифига себе. Ой, блин, я что-то не обрезался. Давайте попробуем. Ого! Нифига себе, он очень острый, на удивление. Очень-очень острый. Приятно удивлен. Кстати, Ермак нормальная фирма. У меня даже инструменты есть. Я отсюда уже покупал там краскораспылитель. Все норм работает. Не пришлось мне ничего сооружать, потому что мы нашли вот такой ящик. Люди оставляют мусор, а из этого мусора можно использовать по назначению. Вон поплывок наш там плавает пока. Тестируем удочку набора юного рыбака из Галамарта. Тут и поплывок был в комплекте. Кстати, очень прикольный поплывок. На него нажимаешь, и он ездит по леске. То есть, такой самозатягивающий. На него ничего не надо, узлов никаких вязать. И вот такая блесна была еще в Галамарте. Это из набора рыбака тоже. Набор для рыбака оставался он там один. Их все разобрали. Может быть, потырили, не знаю. Набор рыболовных аксессуаров. 41 штука в пластиковом органайзере. 15 на 10 на 20 метров. Ну да, очень удобное то, что, видите, тут все в этом органайзере. Давайте его откроем, посмотрим, что тут у нас внутри. По идее, мне можно было ничего и не покупать. Отдельно тут, видите, есть и крючки. Вот такие черные. Я, правда, не понимаю, какой-то размер. Это что, четверка, наверное? Что это за крючок? Рыбаки, кто разбирается, что это за крючки по размеру? Так, тут у нас... Ой, блин, я уже, по-моему, укололся. Это у нас такая блесна с тройничком. Или что это, с колокольчиком? Я так понимаю, сюда не надо насаживать даже ничего никакое. Или приманку, или надо. Ну, в общем, попробуем на нее половить. Будем пробовать там на все ловить. Хотя я не умею вязать крючки, буду учиться на видео. Потом есть вот такие какие-то барабулины зелененькие. Это у нас напоминает отводок, или как он называется? Поводок. По-моему, это поводок называется. Тут карабинчик, типа. И с помощью этой штуки можно две лески связывать. То есть, этот поводок вешаете, и потом цепляете на свою основную леску. Или отводящую леску сделать. Здесь там были зелененькие, здесь вот такие прозрачные. Что тут еще у нас? О, грузило есть. Грузило, я не знаю, они малюсенькие. Вон, видите, какие. Наверное, по одному грамму. Мало грузил. Потом есть вот такие крючки здоровенные. Я не знаю, что на это ловить. Наверное, какую-нибудь щуку или акулу. Очень большой крючок. И кто это у нас? И даже мини-поплывки есть. Кстати, да, хорошо, что есть поплывки, потому что поплывков все-таки мало купил. Я вангую то, что у меня оторвется что-нибудь. Потому что в первый раз, как говорится. Ну да, похоже, это поплывок, только совсем малюсенький. Я не знаю, сколько это. Два грамма, наверное. Может быть, и четыре здесь есть. Ну что, попробуем закинуть этот набор любительского спиннинга. Метр пятьдесят у него, по-моему. Ого! Вот! Вот это я закинул. Правда, мне кажется, поплывок маловат. Надо что-то помочнее ставить. Все, Милане, нравится удочка эта? Да. Легкая? Да. Милана говорит, что удочка хорошая. А вот поплывок маловат. Но тут народ орет так. Я думаю, тут мы ничего не поймаем. Потому что слишком много людей купаются. И утки еще плавают. Милана говорит, клюет. Давай, давай, доставай. О! Милана, что ты поймала? Там ничего нет. Что ты боишься? Это мы у Миланы сегодня спросили. Милана, что ты поймаешь? Она говорит, я поймаю тапок. Валя говорит, что это мармеладка для рыбок. Нацепил мармеладку для рыбок на удочку, которая... Любительская просто удочка маленькая. Она малюсенькая-малюсенькая. Вот такая, типа, удочка начинающего рыбака. Ей, конечно, с берега не кидают, как я сейчас буду кидать. С ней лучше ловить с мостик, с какого-нибудь, или с лодочки, потому что она маленькая. Ну да ладно. Взял еще вот такую приплуду. Прикольное у нее название. 104 рубля стоит. Приманка-флажок. Называется она Мандула. Название, конечно, жесть. Мне интересно, можно ли поймать на местности рыбу на эту штуку? Был бы, конечно, хорошо. То есть на нее, по идее, там минимум наживки. Максимум того, что она имеет такой привлекательный вид. Она еще была в цветах Франции, но я взял вот в цветах российского флага. Хотя, получается, надо его перевернуть. Вот так. Белосиний-красный. Ну, тут у него какая-то вот бархатюрка. Я думаю, рыбкам вот это понравится. Я думаю, они должны клевать даже просто на нее. И вот такая она трехсекционная. Можно даже щуку поймать. Смотрите, какая тут здоровенная штуковина. Только опасно. Главное, руки не наколоть ее. Я надеюсь, у меня не будет какая-то особенность национальной охоты, когда он себе в палец вогнал. Здесь кнопку жмешь, и она сразу выставляется. Так, надо привыкнуть к этой кнопке не с первого раза. И не со второго тоже. Ну, что ж такое? У нас получилось. Получилось? Ну, Милан, бери удочку. Блокного загружен. Видите, он плывет и все. Он снимает сейчас, как он выплывет. Видите, это как водить рыбу, как надо. Типа подтягиваешь, подтягиваешь, и она должна. Ну, у нас тут щука, я думаю, вряд ли водится. Хотя мы в пустахше сидим. Видите? Ну, что здесь, кроется ротан или кто? Где водится? Лежка, лежка. Да, налите! Да. Опа. Ну, нет, это удочка явно не для этого. Это надо ловить где-нибудь поближе к берегу. Потому что видите, как далеко. Ну, комиссию с моста. Да, с моста. Ну, видите, зато рыбу водить хорошо. Ну, вот у нас там есть мостик. Налите, вот я хоп-хоп-хоп и достаю. Жик. О, и все готово. А это у нас удилище. Здесь мы берем, откручиваем кончик и делаем, это волшебное слово надо знать, сим-салабим-рохат-лукум. Опа! И все, все у нас готово. Уфига себе. Посмотрите, какой размер, 3 метра. И столько всего лишь 200 рублей. Вообще радует меня. Ну, единственное, что тут колец нету. Здесь мы сейчас просто леску привяжем и все с крючком сюда на кончик. Видите, здесь в комплекте шел такой поплывочек с намотанной леской. То есть тут мы просто прикручиваем кончик и все, и ловим рыбу. Скажи, как тебе рыбалка? Мамана. А что тебе больше понравилось? Легкая. Легкая удочка? Да. И петра. А, с красным шариком тебе удочка понравилась? Да. Ну, папа у нас тут мастерит. Сейчас закидываем удилище и видите, здесь какое. Здесь поплывок. Грузики только осталось мне нагрузить. Нагрузил, ловить и будем на червяка. И на удилище вообще класс ловить. То есть ты просто берешь 3 метра, подходишь и просто подбрасываешь. Опа! И все. А, сейчас больше ничего не надо. Ну, правда, у нас далековато. Видите? Опа! Вот так поставил. И все, и рыбка ловится. Вот удилище можно ребенку вообще, красота. Оно и легкое. Вон Милан там ловит рыбку. Держит. Я люблю шарик. Ты любишь шарик? Милан считает, что поплывок это шарик. Сейчас у меня удалось спиннинг закинуть вообще далеко-далеко. Да. Прям на полречки. У меня камера даже не может так приближать. Вон поплывок. Это, кстати, река Пехорка. Если кто не знал, была шиха. Вот тут что-то ловим. Да, ебут. Ой, что там? Он что-то двигается, кстати. Кто-то его трогает, мне кажется. Видишь, что он вернулся? Да. Я, конечно, не рассчитываю, что мы его поймаем. Но если поймаем, то будет вообще... Все, рыбалка идет полным ходом, Милан. Тут у меня удочка, тут у Милана удочка и вон там вдали на все поплывочки. Только что-то этот красный поплывок, что-то он какой-то не лежит. Либо слишком тут мелко, а надо будет потому перевесить грузик. О, красота. Мне кажется, где утки плавают, там нельзя поймать рыбу. Почему? Такая поговорка есть. Смотрите, там андатор плывет. Это не утка, это какая-то крысиная голова. Пропала. Ага, пропала. А вон там утки. И вот так у меня идет рабочий процесс рыбалки. Вот этот мультитул вообще вещь. Я ему леску обрезаю и грузики вешаю. Но пока я только это и делал. Грузики обрезал. То есть это, ну, обрезал, короче, и вешал грузики. Конечно же, для настоящего рыбака они обычно используют специальные пассатижи рыболовные. В Гломарте они были там за 200 рублей. Но я подумал, что я же не буду прям так часто рыбачить, что мне прям... А тем более там эти пассатижи, чтобы накручивать эти кольца на удочку. О. Но мне такая штука не нужна. Я взял за 319 рублей, чуть подороже, мультитул себе. У меня маленький мультитул из Гломарта точно такой же был за 100 рублей. Отличный мультитул. Он мне пригождался даже вот в Сочи, когда мы ездили. Поэтому взял себе теперь большой уже именно для таких походов дальних. Давайте посмотрим на функции. Пассатижи, шлицевая отвертка, напильник, напильник с грубой насадкой, консервный нож, шлицевая отвертка, пила, нож. Ладно, это не важно. Самый главный, что тут есть пассатижи и отвертки, которые могут понадобиться нам для удочки. Так вроде все. Вроде углеродистая сталь написано, 15 функций. И к нему даже идет сумочка. О, сумочка с резиночкой, надо же. Она была сложена на резиночку. Что-то я не понял. Он просто у меня так всовывается не до конца. Или как? А-а-а, ёпара-сете. Ой, ой, я дурак. Я, конечно, понимаю, что у настоящих там профессиональных рыбаков у вас там, наверное, вот эти штуки по 5 тысяч. Но у меня бюджет был небольшой. У меня было максимум там, что я хотел потратить 5 тысяч на всю семью. То есть, чтобы и жена пошла на рыбалку, и ребенок, и я. То есть, вот поэтому взял вот так. На ремень вешается. Ну, кстати, прям увесистая вещь. Такое, знаете, добротное. Никакой китайщины я тут не чувствую. Все жестко. О, пассатижи даже, смотрите, пружинят. Давайте достанем что-нибудь. О, какую-то пилу достал, отверточку. Одновременно. Ну, видите, тут открывашка. Кстати, все, на удивление, нормально достается. Обычно прям не так уж это и легко достать. Ножичек. О, можно даже будет жене там маникюром заняться, когда ей там будет скучно. Хотя мне даже жена, мне кажется, жена хочет пойти на рыбалку больше, чем я. Еще одна открывашка, пилая. И здесь даже какие-то эти, орехи можно колоть. Будем леску обрезать вот этой штукой. Это набор рыбака из голомарта, который я купил. Вон, еще эти резиновые, кстати, я не пробовал. На это пробовал водить, но нифига-то такой рыбой помнился у нас. Какая-то приманка. 33 рубля стоят вот такие ненастоящие опарыши. Опарыши и червяков, кстати, я уже в рыболовном магазине тоже купил. Так что они у меня есть. Давайте посмотрим на этих, что они из себя представляют. Начнем с малого и потом дойдем до удочек. Я в голомарте полностью закупился. То есть где-то за 1000 рублей вы сможете подготовиться к рыбалке полностью с нуля. Если вы никогда рыбу не ловили даже. Вот такой у нас опарыш. Ну, он такой мягенький. Конечно, мне кажется, он слишком большой для нашей речки. Я купил опарыши поменьше. Эти такие крупные. Мне кажется, на них можно большую рыбу ловить. Я живу в Балашихе, в Подмосковье. Буду ловить рыбу на речке и в озере. Потом, Милан, ручки протираем. Так как со мной на рыбалку пойдут жена и дочка, я взял этот, как он называется, гель для рук с антисептическим эффектом. Стоил он 45 рублей. А, 49 рублей. Вот такой прикольный. Вообще, вообще, я думаю, брутальные мужики руки не моют на рыбалке. Не знаю, возможно, и моют. Я просто первый раз пойду, не знаю. У меня даже друзей никого нет. И с отцом мы никогда на рыбалку не ходили. У меня тоже не любитель. Ну, вот, Милана моя же, вдруг мы поймаем рыбу, она ее потрогает. Потом руки будут грязные. Захочет ребенок кушать. Вот этим гелем промыл руки и все. Ну, пахнет очень вкусным лимончиком. Прям вкусненько пахнет. Это еще прикольная тут фигня в том, что, видите, тут есть вот такая... А, смотрите, он вынимается. То есть, это просто как чехол. Да, там этих чехлов полным-полно. Можете купить. И можете отдельно купить вот такие лосьоны. Они там по 20 рублей стоят. То есть, чисто покупайте лосьон, покупайте вот эту штуку, вставляете, и все у вас будет работать. Там всякие мордочки, приколюшечки, кошечки. Очень большой выбор вот этих прикольных морд. И вот сюда эта штука вставляется. Опа. И вешаете это дело на рюкзачок. Видите, она у вас вот так висит. Ребенок подошел, руки свои протер. Не знаю, мне нравится. Очень красивая штуковина. Набор ниппелей, чтобы фиксировать поплывок. Это еще не пользовался подкормкой, потому что мы слишком поздно пришли на рыбалку. Я думаю, мы не успеем. Для прикормки взял ароматизатор концентрат. Добрый улов. 30 миллилитров конопля. Я вообще не разбираюсь в рыбалке. Я посмотрел несколько роликов на ютюбе. Посоветоваться мне не с кем, чтобы мне кто подсказал. Так что пишите в комментарии, опытные рыбаки. И коноплю. Коноплю я видел, очень много любят рыб. Какие рыбки любят. Я видел там коноплю и замачивают на нее, ловят. И там жмых конопли и так далее используют. И поэтому взял такой концентрат. Я думаю, хлебушек смочу. И на белый хлеб попробую половить в этой штуке. Хотя ее можно даже что-то там разбавлять. Там написано гранул, приманок, насадки. А, то есть его можно разбавлять там с водой или как-то там. Ну, то есть капнул ее на червяков, размешал червяков и ловишь рыбу. Еще там был со вкусом меда. Ну, я решил с конопли, потому что в основном все рыбаки хвалили коноплю. Грузиками пользуюсь вовсю. Набор грузил, дробь, дробинка на 125 рублей. В рыболовных магазинах у нас минимум такие наборы по 150. Так что можно сэкономить. Тут 0,2 грамма. Вот видите, они даже все подписаны. То есть вот эти штуки совмещаешь. Тут 0,2 грамма, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,75. Вот так дело это двигаешь. И достаешь грузилки, которые тебе надо. Ну, тут обычные дробинки. Там ничего такого необычного нет. Единственный вопрос, как они будут сжиматься. Наверное, пассатижи все-таки вам понадобятся, чтобы хорошо на леску насадить. Это я в рыболовном купил. О, посмотрите. Здесь опарыш. Он водится. Фу-фу-фу. Пять утра прийти сюда. Ага, вот еще. Я не настолько сумасшедший. Здесь у меня поплавок запасной. Крючки запасные. Полный затарился крючками. Взял троечку и четверочку. Я в магазине встретил дедушку рыбака, который местный здесь ловит рыбу. Я у него спросил, на какие крючки посоветуйте. Он мне посоветовал эти. Он мне поплавки посоветовал. Он мне леску посоветовал. Так что молодцы такие детки, которые ходят. Он еще с внучком был маленьким. И тоже своего внука учат рыбалки. Вот мне такого дедушки, конечно, не хватало в молодости. Размер троечка и четверочка. Он сказал, на четверочку, конечно, в основном надо ловить. Если повезет, то рыба будет большая, то на тройку. Десять штук. Прямое кольцо кованое. Уклейка. Абердин. Я не понимаю, как это отличается. Вообще не разбираюсь. Но он мне сказал, что эти крючки норм. Я их и взял. Стоят они, это 29 рублей поменьше. Побольше 41 рубль. То есть вот эти 41 тройка. Ножницы все-таки взял на всякий случай. Это от удилища, там леска. Червяки. Это от мультитула. Это нож. Ножем еще не пользовался. Не могу найти рогатину, чтобы вырезать. Ну и портфельчики тут. Два портфеля, жена и мой. Милане больше всего вот этого удочка понравилась. Юного рыбака спиннинг, который. Кстати, он очень далеко забрасывается. Я его протестировал по полной. Классная штука. Еще смотрите, мы этот датчик, который комаров отпугивает. Милане на браслет повесили. Ну пока вроде не кусается никто. То есть вроде работает. Да, вот этой. Да, вот этот на нем все-таки плохо держится. Лучше его на браслете куда-нибудь прицеплять. Ультразвуковой от комаров. Вот два метра в кубометриках тут написано. Типа вокруг тебя безопасная зона. 109 рублей стоит. Смотрите, батарейка в комплекте. В комплекте, значит, идет наш передатчик, батарейка. И еще можно его повесить куда-нибудь на шею. Но я с ним попользуюсь. Потом расскажу вам после рыбалки, как помогает. Он не помогает. Тут два режима, получается. Выключено. Ноль. Один там типа слабый работает. Или я фиг. Двойной типа усиленно работает. Там сзади вроде не было написано. Это что такое? Включить, выключить. Какая-то пищалка тут есть. Потом вот сюда наш ремешок одевается. И можно повесить его просто на ремень. А, это типа фонарик какой-то. Кнопка. Вроде как работает. Написано, правда, что он там... О, сейчас я его слышу. Слышите его? Вот так его вообще не слышно на единицу. На ноль он выключен, разумеется, его не слышно. Но на двойку прям даже слышно какой-то треск. Все, здесь мы ничего не поймали. Сейчас сматываем удочки и пойдем. Милану тоже очень понравилась рыбалка. Тут даже еще рыбаки, говорю, приходили. Смотрели это место. То есть, походу, место может быть нормальное, но мы ничего не поймали. Сейчас мы достанем любительскую удочку. Вот она, она. Так, надо ее зацепить. Безопасно. Опа. Тяжело снимать леску, там, наверное, ничего не видно. Ну да. Не, почему, конечно, шарик. Надо, дадите. Одному пока, конечно, тяжело. Я еще не привык. Че, знаешь, куда пойдем туда, на мостик? Ну, конечно, моя удочка в спиннинг, который за полторы тысячи. Тащи топовая штука. Вот она мне очень нравится. Где я? Адем поплывал. Опа, поплывал. У меня еще катушка тут какая-то бесшумная стоит. Угу. Угу, пофей. Вот эту. Крути, да? Все. Смотрите, прошли мы буквально тут 10 метров. И нашли новое место. Сейчас идем сюда. Только у меня телефон звонит. О, что-то кажется, дождик собирается. Вообще туча, да. Я не знаю, прям. Надо валить, наверное. Снова сменил место. Валя с Миланой не выдержали, уехали домой. Да, рыбалка это дело такое. Сейчас попробуем тут чуть половить. О, смотрите. Тут что-то все текет. Ловись рыбка, мала и велика. Мала и велика. Все, сижу тут один в одиночестве. Поплывок уплывает. Надо подсекать его. А то сейчас под мост уйдет. Кстати, хоть я пока ничего не поймал, но все-таки удовольствие испытал. Все-таки, знаете, природа, с семьей сидишь. Хотя семья ушла и без семьи тоже нормально, честно говоря. Сидишь, кайфуешь. Хотя в детстве мне вообще было пофигу на рыбалку. Я даже и не хотел никого ходить. Наверное, это моя вина, то, что я до 30 лет ни разу на рыбалку не сходил. Потому что особо не был заинтересован. Здесь, кстати, вот рыба, она ловит этих букушек. Я слышу, она плещется. То есть, эти поверху всякие букашки бегают. Рыба выскакивает, их ест. Но у меня на крючке никого нету. Ловлю на мотыля сейчас. Прикиньте, обидно. Сейчас клюнула, сожрала мою наживку, убежала. Я хотя дернула, но прям так сильно дернула. Я даже не ожидал. Я так ослабленно сидел. Блин, может я на маленькую наживку ловлю? Блин, может лес куда было побольше? Что-то прям ограбили меня сейчас посреди всего. Ну и чтобы нас не съели комары. Там у нас возле озера большой-большой лес. Тем более подмосковные комары и клещи. Это вообще жесть. Двойная формула. Это и для детей, и для взрослых подходит. 15 суток защиты. Двойная формула для обработки детской одежды. То есть, эту штуку надо наносить не на себя, а именно на одежду. То есть, вы побрызгали одежду, потом надели ее на себя и пошли. И она очень мощная, стоит 89 рублей. В магазинах города у нас стоят такие штуки по 120 рублей минимум. Так что в Галмарте выгодно брать вот эту защиту. Только единственное, не прыскайте их прямо на людей. Прыскайте ее на одну одежду. И будет даже 15 суток защищать. Взялся я на всякий случай блесну. Я правда, мне кажется, она мне не понадобится. Наверное, я ее даже одевать не буду. Но пусть будет. Тем более 62 рубля. Недорого. Кстати, у нас такое ощущение, что весь город рыбаков там уже половину этих блесну разобрали. Там, по-моему, три вида их оставалось. Но я взял себе вот такую классическую серебряную. Просто, чтобы блестело. Мне кажется, рыбке понравится. Там, конечно, были всякие зеленые, красненькие. Как вы думаете, можно на нее что-нибудь поймать у нас на местности? Леска, которую посоветовал мне дедушка в магазине рыбак. 0,18 мм. Говорит, больше тут рыбы ты не поймаешь. Больше 5 кг. Ну, до 5 кг она, разумеется. Но я думаю, тут максимум, что можно поймать. Грамм 200-300. Так что это с запасом. Леска нейлоновая, карп, 100 метров. Я так понимаю, она зелененькая. Дальний заброс, разрывная нагрузка, натуральная расцветка. Так, насколько я видел ролики на ютюбе, все рыбаки хранят эти лески в этих коробках. Потому что коробку выкидывать не буду. Только у меня уже проблемы с ней возникли, чтобы снять леску. Не могу дернуть. Будем разбираться. Ну, вы вот посмотрите, как она выглядит. Вроде неплохая. Мы, конечно, попробуем на стандартные лески порыбачить. Ну, и эту я тоже использую. И взял себе набор поводков. Мне, конечно, кажется, что я ими пользоваться не буду. Потому что для меня это, как для начинающего рыбака, слишком сложно. Но из них можно делать там всякие отводные поводки, обычные поводки, которые крепятся на леску. Давайте один достанем. Посмотрим для примера. Обратите внимание, что здесь есть. А сколько он там стоил? Я забыл, что там около 60 рублей, что ли. 10 штук набор. Здесь у нас карабинчик есть. Чтобы можно было там, например, оперативно там это снимать, одевать. И еще, чтобы ее проворачивать как узел в узел, как называется там технология. Ну, все, задолбался я ловить рыбу. Вот мои два рюкзачка. Иду домой, это уже по жене соскучился. Один раз, хотя я поймал себя за палец, аж кровища пошла. Так что хорошо, что взял вот этот, который обезвреживает. Ну, как же поняли, гель, который обеззараживает. Помазал, все нормально. Теперь можно идти домой. Всем пока. Мы его специально в водную среду поместили, чтобы он не умер. Понимаете?